Проект разработки карьера по добыче коалина в Вольнянском районе. Представители Беляевского обогатительного комбината рассказали о его перспективах и безопасности производства для местных жителей. Год назад представители Беляевского обогатительного комбината начали изучать возможность добычи коалина в карьере между селами Беляевка и Зелёная Вольнянского района. Белую глину коалин активно используют в производстве бумаги, косметики и фарфора. В назначенных накануне общественных слушаниях предполагалась презентация проекта, но она была сорвана местными активистами, которые высказали недовольство тем, что проект экологически небезопасен. Владелец комбината Александр Вотенцев подчеркнул, что создание карьера – только проект, и предприятие еще надеется получить одобрение громады. Производство будет безопасным для местных жителей. Ранее месторождение многократно детально изучено, заявил Александр Вотенцев. Жители Вольнянска не будут видеть и слышать этого карьера. Жители села Беляевка и Зеленая, наверное, будут его видеть, но слышать точно не будут. Если нам отведут землю под санитарной зоной, мы просто посадим там санитарные насаждения, либо это будет ореховый сад, либо это будут какие-то другие деревья. Пока представители Беляевского обогатительного комбината получили от местной власти только разрешение на разработку детального плана земельного участка. Уверенный в перспективе реализация проекта сделает регион экономически привлекательным. В разработку карьера под Вольнянском компания готова инвестировать около 30 миллионов евро. Подобные предприятия сегодня успешно работают по всему миру, в Дубае и в Германии в том числе. Это один из крупнейших инвест-проектов в регионе за последнее время. Мы предполагаем изначально 60 рабочих мест со средней заработной платой по 10 тысяч гривен на каждого. Мы предполагаем, что более 5 миллионов гривен пойдет в бюджет как налог на землю, это идет в местные бюджеты. Больше 2 миллионов гривен получается у нас НДФЛ, более 20 миллионов гривен у нас идет налог на прибыль по нашему проекту. Уделят внимание также инфраструктуре региона. Отдельно у нас еще не утверждена смета проекта, но естественно мы 10% планируем направить на развитие инфраструктуры. Это как раз дороги, это водогоны, это линии электроснабжения и в принципе я думаю, что мы проведем опрос среди местных жителей, что конкретно им надо. В ближайшем будущем представители комбината планируют начать проектирование, но перед этим хотят получить одобрение громады. Диалог приведут в публичную плоскость, чтобы услышать каждого. На сайте Беляевского комбината, который вскоре появится, разместят отчеты об исследованиях земельного участка и работах, которые будут проводиться.